всем привет сегодня у нас очередной разбор катушки у нас снова компания и shark сегодня мы взяли самую бюджетную модель после кобры конечно которая называется почти как кобра кобла кобла cbf 40 заявлено производителем 5 подшипников 5 подшипников вот такая вот кобла у нас тут в описании лонкастовая шпуля там ну да 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 не будем какой-то мульти ладно будем разбирать смотреть все равно читать по английски мы не умеем поэтому так вот она прелесть крутится достаточно легко пластиковая шпуля обратите внимание пластиковая ручка здесь идет железная ставка ручка складывается передний фрикцион в отличие от кобр на кобрах как правило задний фрикцион снимаем пулю снова напомню 5 подшипников заявлено снимаем железный ролик лесоукладывателя душка не полая сейчас посмотрим сколько сразу на ролике лесоукладывателя если там что-то интересное и вот так реверс так тут у нас идет втулочка причем втулочка без просто роликовые ролик просто ролик крутятся на пластмасске все ничего не даже втулки нету так тут у нас шайбочка идет так с этим разобрались далее разбираем саму катушку посмотреть из чего она сделана что у нее внутри так нету стопора такой если бы он был бы удивительно так у нас как всегда левая резьба снимаем смотрим естественно нет моментального стопора обычный механизм видим один шариковый подшипник открытого типа здесь у нас не бронза скорее всего какой-нибудь сплав попроще так откручиваем ручку снимаем все раскручивается достаточно просто так крышка крепится на четырех болтах пробуем раскрутить открутили снимаем крышку оба смотрим что мы видим здесь здесь обычный механизм кулисы втулка стоит пластиковая снимаем кулиса стандартная много смазки смазки прям набито конкретно особенно вот здесь на этой части мы сейчас перекинем по всем деталям пойдет так смотрите вот она шестерня в принципе стандартная такой вот среднего плана зуб так значит что мы увидели по подшипникам мы увидели один подшипник на основном валу как мы его называем так что у нас здесь подшипник или нет так что же у нас здесь похоже здесь у нас все-таки подшипник подшипник который конкретно забили смазки смазкой сейчас мы вытрем смазку и посмотрим на него хорошо и поподробнее так 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 стоп 90 так сейчас мы протрем его и посмотрим на него подробно на подшипник оказался не подшипником это удивительно что вам сказать сейчас мы делаем царапин ладно нет это какой-то материал может фторопласт может еще какой-нибудь пластмасс но это явно не подшипник а тут что у нас но подшипником тем не менее похож визуально особенно если на битс маска нет это не подшипник это обычная втулка так что мы здесь увидели значит мы здесь увидели один подшипник обычный механизм кулисы обычный стопор самый простой сам материал катушки пластмасс такой достаточно видно что дешевый дешевого качества вот ну за свои деньги она стоит чуть дороже обычной катушки кобра в принципе что можно было еще ждать единственное что обидно что на заявленные количество подшипников 5 подшипников реально такого количества нет то есть непонятно почему вот она идет устройство кулисы посмотрим может там спрятан подшипник нет здесь естественно подшипника тоже нет смотрим написано модель до cbf 40 cbf 40 так а где же понятие того что здесь только подшипников cbf 40 снова где указано их количество указано их количество вот смотрите 5 подшипников видно все не интересно такой момент мы взяли специально вторую катушку cbf 40 также с одним подшипником хочется разобрать ее и сравнить с чем она чем она эта катушка отличается от данной модели давайте разберем эту катушку и сравним в чем же тогда разница если там указано 5 подшипников а на деле он один то сравним и катушку которая написана один подшипник с данной модели смотрим снова cbf 40 та же самая точная катушка смотрим один подшипник видно разбираем смотрим один подшипник видно крутится все крутится так в принципе можно дальше не разбирать потому что мы знаем что он то и должен быть один но мы пойдем конечно до конца потому что такие уж мы люди что делать если взяли за дело то идет до конца ручка такая же материал корпуса все такой же такая же модель снова вопрос подшипников я не могу понять почему для чего и зачем это делается снимаем втулка пожалуйста такая же втулка а по моему уже появилась разница видите вы увидели разница в чем здесь втулка какого цвета здесь втулка белого цвета да а здесь а здесь втулка совсем не белого цвета не белая втулка так сравниваем вот видно да то есть все таки что то есть наверное все таки здесь скрыта главная тайна данного отличия этих катушек давайте разберем ролик лесоукладывателя в конец и закроем этот обзор естественно тут нет подшипника смысл его разбирать особо ну все таки показать то же самое вот такой разбор рада вам представить по данной модели катушек кобла cbf 40 мы не брали модель с металлической шпуле думаю что в принципе они равнозначны но по количеству подшипников ясно что никакой разницы и здесь нет всем пока надеюсь вам был интересен очередной обзор по катушкам